Блин У меня старый кирпич Экран не широкоформатный А я шурубый Зато голубец Мне нужно шоколад Ну все Сейчас закажу что-то в Китае Чтобы было дешевле Хотя нет Сначала гляну что там Ютуб по этому поводу скажет Привет Наверное нет людей которые не слышали О тренде широкоформатных смартфонов Или о айфоновской Моноброви. Давайте-ка посмотрим Сильно ли лучше экраны 18GT По сравнению со стандартами еще Прошлого года 16GT И стоит ли бежать и покупать новый смарт Только ради трендов. Сравним Как удобство пользования, преимущества Так и недостатки. И так Перед вами три смартфона. Redmi 5 Redmi 5 Plus и Mi Note 3 Redmi 5 и 5 Plus имеют современные экраны с форматом 18GT И Mi Note 3 флагман прошлого года Имеет экран формата 16GT У Redmi 5 Plus самый большой экран в 6 дюймов На втором месте Redmi 5 с экраном 5,7 дюймов И самый маленький экран по современным меркам в Mi Note 3 5,5 дюймов Подумать только. А я еще помню Времена когда вышел HTC HD7 С экраном 4,3 дюйма Огромный экран и Да смартфон большой и тяжелый Кому-то будет удобно, кому-то Телефон покажется слишком большим Привыкнуть можно Его тогда называли просто великаном, а его экран огромным. Или когда с опаской смотрели на людей с первыми смартфонами серии Note от Samsung. Прикалывались еще, мол зонтик брать не обязательно, можно им укрыться. А ведь у него диагональ была всего 5,3 дюйма. Но возвращаемся в современные реалии. Сейчас самые популярные это 5,7 и 6 дюймовые экраны. Стало это возможным в первую очередь, потому что рамки сверху и снизу стоят все меньше. Освободившееся место занимает экран и это конечно хорошо. Сравним габариты и эргономику. Как видим высоту Redmi 5 на 5,7 дюймов и Mi Note 3 на 5,5 дюйма одинаковы. По той же причине уменьшение рамок первого. Самый высокий тут конечно Redmi 5 Plus, что делает его в менее комфортном переношении в кармане. Хотя супер критичную разницу назвать нельзя, но все равно эти миллиметры ощутимы. В кармане удобнее всего будет носиться Redmi 5. Хоть по высоте одинаковый с Mi Note 3, но он чуточку уже, хотя разница невелика. В руке экранчик 5,7 дюймов будет более комфортным в использовании. Вам будет гораздо проще дотянуться до другого края экрана и опять-таки удобнее держать. За счет того, что уже он более ухватистый. Тянуться большим пальцем кверху одной рукой не имеет смысла во всех трех аппаратах. Хотя чтобы опустить шторку это и не нужно. Итак, по удобству использования и что немаловажно для многих ношений в кармане, победил 5,7 дюймовый Redmi 5 с экраном 18 к 9 и получает 3 балла. На втором месте Mi Note 3 5,5 дюймов 16 к 9, 2 балла. И лузер тут у нас Redmi 5 Plus. Самый большой аппарат. И получает 1 балл. А теперь посмотрим, что у нас по чтению и браузингу. Экраны в ширину Mi Note 3 и Redmi 5 Plus 6,9 см. Redmi 5 уже 6,4 см. Значит при чтении текста в ширину в Redmi 5 влезет чуток меньше текста. Зато в длину больше. Открываем сайт 4PDA через стандартные браузеры. Смотрим на примере. В целом больше всего текста помещается на экране Redmi 5 Plus. На втором месте у нас Redmi 5 и на третьем Mi Note 3, что неудивительно. Но отмечу, что для чтения более удобно, когда экран чуть шире. Больше текста помещается в ширину. Так что тут в пролете Redmi 5. Лидер тут конечно же Redmi 5 Plus. Кстати, в Redmi 5 экран HD, что делает некоторые детали чуть большими. Но как вы заметили, тут нет кнопок навигации, так как включено управление жестами. Во многих телефонах управления жестами нет. Кнопки постоянно снизу. Возвращаем кнопки и что мы видим? Redmi 5 Plus все равно умещает контента больше всех. А вот в высоту полезная площадь экранов 5,7 дюймов и 5,5 стали одинаковыми. Но 5,5 дюймовый Mi Note 3 немного шире, потому умещает чуть больше контента. Хотя и разрешение Redmi 5 тут тоже играет роль. Поэтому учитывайте этот нюанс. 5,7 дюймов с кнопками это тот же 5,5 в высоту, только уже. Значит 5,5 для чтения подойдет лучше, чем 5,7. Особенно если еще и кнопки на экраны включены. Redmi 5 Plus с экраном 6 дюймов 18,9 в удобстве при чтении, лидер, получает 3 балла. Mi Note 3 с экраном 16,9 на втором месте, 2 балла. И Redmi 5 с 18,9 5,7 дюймов, 1 балл. А теперь посмотрим видео приложения YouTube. Открываем один и тот же ролик и что же мы видим? По стандарту на версиях 18,9 у нас черные рамки по бокам. У экрана 16,9 все привычно. Видео на весь экран. В таком случае экран Redmi 5 Plus на 6 дюймов дает нам те же 5,5 дюймов полезного экрана, как и 5,5 дюймовый Mi Note 3. Полезная площадь Redmi 5 на 5,7 дюймов меньше. А теперь масштабируем картинку. Видео встает немного обрезанным сверху и снизу, зато по бокам нет полей. Лично я часто пользуюсь этой фичей, хотя иногда бывает неудобство. Например обрезка какого-то текста, если он в видео низко или высоко расположен. В этом случае само собой лидер у нас Redmi 5 Plus. Картинка на весь экран встает больше и ближе, хотя и обрезается чуть экрана. В Redmi 5 и Mi Note 3 по-моему паритет. По стандарту Mi Note 3 без обрезки вмещает больше, Redmi 5 после масштабирования, хотя и с обрезкой. Потому Redmi 5 Plus 3 балла, Redmi 5 и Mi Note 3 по 2 балла. Но последнее конечно спорный момент, потому напишите в комментариях, что вам больше нравится в приложении YouTube. 5,7 дюймов с кропнутой картинкой или 5,5 дюймов с полной картинкой. Поехали дальше. Фильмы. А тут экран 16 к 9 уже начинает уступать конкурентам. Сейчас фильмы в основном широкоформатные. Включаем один и тот же фильм в том же широком формате. На экране 16 к 9 видим большие полоски сверху и снизу, а самого в кавычках полезное изображение меньше. И наоборот, изображение в экранах 18 к 9 смотрится более правильно при просмотре фильмов. Потому за фильмы Redmi 5 Plus только за счет большего дисплея получает 3 балла. Redmi 5 пусть будет 2,5 балла и Mi Note 3 1 балл. Игры. Тут мы тоже ощущаем преимущество экранов 18 к 9. Миллиметры в горизонтальном положении, кое мы чаще всего пользуемся смартфонами играя, очень позитивно влияют на комфорт и управление. Также мы меньше прикрываем пальцами саму игру, в отличии от экранов 16 к 9. Все популярные игры уже давно адаптированы к широкоформатным смартфонам и они реально ощущаются иначе. Имеем больший эффект погружения в сам игровой процесс. Запустим одну и ту же игру. Даже на Redmi 5 с экраном 5,7 дюймов она смотрится интереснее, чем на экране 16 к 9. Удобнее управлять и все лучше видно. Так что если вы игроман, ваш выбор экран 18 к 9. Результат у нас как и в случае с видео. 6 дюймов 18 к 9 3 балла. 5,7 дюймов только лишь за чуть меньшее изображение 2,5 балла. И конечно 1 балл экрану 16 к 9 на 5,5 дюйма. Еще один не очень значительный, но плюс. За который мы не будем выставлять баллы, но все же упомяну. В смартфонах с экраном 16 к 9 чаще всего кнопки сенсорные внизу. Вы можете нечаянно нажимать на них, например при просмотре видео или игре. Хотя в этих телефонах можно блокировать их от случайных нажатий. Но все же 18 к 9 не имеет подэкранных кнопок, потому аппарат можно держать как угодно, не боясь что-то нажать. Зато в нашем случае сканер отпечатка пальцев находится на передней панели, что удобнее чем на спинке корпуса. Не нужно поднимать со стола телефон для разблокировки. Ну и еще один маленький нюанс. Конкретно в этих моделях есть управление жестами. Ведь далеко не все оснащают свои смартфоны этой функцией. Помимо отсутствия кнопок это очень удобная фича, к которой очень быстро привыкаешь после кнопок. Например, чтобы сделать шаг назад, нужно лишь потянуть от края экрана. Что гораздо удобнее, чем если вы тянетесь пальцем вниз к кнопке назад. Есть правда приложения, в которых таким жестом открывается дополнительное меню сбоку. Как в этом случае в приложении AllX. Вы по привычке открываете дополнительное меню, а у вас выходит действие назад. Но и это предусмотрено. Просто делайте этот жест чуть выше и все будет как раньше. В общем управление жестами это реально круто. Но повторюсь. Хардварные кнопки под экраном, в одной из которых может быть вмонтирован сканер отпечатка пальцев, для кого-то может быть неоспоримым преимуществом и окончательным аргументом в выборе смартфона. А теперь подсчитаем баллы. Redmi 5 Plus получил 13 баллов, Redmi 5 11 и Mi Note 3 8 баллов. Как итог, в плане экранов лидирует новый широкий формат. А вот в габаритах не всегда. Но это уже совсем другая история. Я как человек, который пользовался и теми тем, выбрал бы 18 к 9 на 6 дюймов. Но настоящий кайф наступит тогда, когда эти рамки обрубят в половину в доступных смартфонах. Хотя мы знаем, что есть уже достаточно компактные смартфоны с отношением 18 к 9 на 6 дюймов. Но там и цены совсем другие. Стоит ли менять смартфон, если у вас экран 16 к 9 только ради экрана? Нет. Я бы не советовал. Менять стоит только в том случае, если там будет начинка и камера, которые будут гораздо лучше. А только ради одного экрана не стоит. Ведь экраны 16 к 9 долго служили нам верой и правдой. И в основном все это дело привычки. В играх и в видео, справедливости ради, 18 к 9 имеет неоспоримое преимущество. Но это лишь мое мнение. Своё выскажите в комментариях. Какой формат экрана по-вашему удобнее и лучше? И почему? А также сколько дюймов вам нужно для комфорта? Ссылки, где я покупал этих трех красавцев, я оставлю в описании. А если знаете годноту с экранами 18 к 9, пишите в комменты название. Я добавлю в описание. Может кто-то ищет смартфон такой же, как у вас. С новым соотношением сторон. А с вами был Смарт Плюс. Не забудьте влепить лайк и о подписке тоже не забудьте. В одном из следующих видео я расскажу вам немного о этом красавце. Минноут 3. И стоит ли брать его сейчас. Всего наилучшего и всем пока друзья.